Здравствуйте! Существуют такие любительские УКВ радиостанции, которые имеют расширенный диапазон частот по приему. Они бывают как носимые, так и автомобильные. Что значит расширенный диапазон частот по приему? Это значит, что такая радиостанция работает на передачу, например, в двух диапазонах, в VHF и в UHF, а в режиме прием она работает в очень широком диапазоне частот, например, от 108 до 999 МГц. Так вот, одинаково ли хорошо она принимает во всем этом диапазоне частот, которым она принимает. Давайте сегодня измерим чувствительность одной из популярных таких радиостанций автомобильных ЕЗУ FT7900. Я вам уже показывал в другом видео измерение чувствительности, сравнение чувствительности по диапазонам у более современной радиостанции ЕЗУ FT-M100D. Но очень популярна еще и вот такая вот станция FT7900. Давайте посмотрим, как она принимает в разных диапазонах частот. Эта радиостанция FT7900 имеет диапазон частот по приему от 108 МГц до 520 МГц и от 700 МГц до 999 МГц. Вот это вот нижняя, так скажем, первая его половина от 108 до 520 МГц в основном интересует радиолюбителей, потому что большая часть всякого разного радиообмена именно там и происходит. Для того, чтобы оценить чувствительность этой радиостанции, я буду подавать на вход в нее слабый сигнал с генератора высокочастотного и смотреть какой уровень сигнала, как она принимает. В качестве генератора я буду использовать китайский высокочастотный генератор, о котором вам недавно я рассказывал, так как большого доверия именно к китайскому прибору у меня нет. Поэтому, помимо того, что я буду с этого генератора подавать сигнал на радиостанцию FT7900, я в качестве эталонного приемника еще буду использовать приемник AOR5000. И сигнал с этого генератора с тем же самым уровнем, что и подавал на радиостанцию, буду подавать еще и на приемник. И будем сравнивать, как слышно, сигнал на приемник и как на радиостанции. Итак, начнем эксперимент с любительского диапазона 2 метра. Частота 145 МГц. Подаю с генератора минимально возможный уровень сигнала, минус 131 dBm, это около 0,06 мкВ. И постепенно увеличиваю уровень сигнала, пока прием не будет уверенным, пока не будет уверенным обнаружение сигнала на слух. Сигнал с уровнем 0,16 мкВ прекрасно обнаруживается от радиостанции. Теперь давайте послушаем этот же сигнал на приемник AOR5000. В приемнике включено максимальное усиление, то есть в том числе включен предусилитель, и включена полоса пропускания, примерно аналогичная полосе пропускания этой радиостанции, 15 кГц. На приемник слышно примерно также, даже немного хуже. Следующий диапазон, в котором мы оценим чувствительность FT7900, это авиационный диапазон. Возьмем примерно среднюю какую-то частоту, 133 МГц, но принимать будем сигнал не как положено в авиационном диапазоне, в амплитудной модуляции, а тоже в частотной, чтобы во всех диапазонах у нас эксперимент проходил в одинаковых условиях. Да и генератор этот китайский не имеет возможности выдавать амплитудно модулированных сигналов. Мы видим, что сигнал на частоте 133 МГц в авиационном диапазоне FT7900 принимает абсолютно так же, как и в любительском диапазоне 2 метра. Давайте еще раз сравним, вот в двухметровом диапазоне, а вот на 133 МГц. И еще сравним прием этого же сигнала с нашим эталонным приемником AOR 5000. И на приемник слышно примерно так же. Далее оценим чувствительность FT7900 в диапазоне 250 МГц. В этом диапазоне работают выходы спутниковых ретрансляторов НАТОвских систем и САДКОМ, а также в этом диапазоне встречается в амплитудной модуляции авиационный радиообмен не гражданской авиации. Так что прием в этом диапазоне достаточно актуален для этой радиостанции. Итак, слушаем сначала на радиостанцию, затем на приемник. Частоту 250 МГц радиостанция FT7900 принимает практически так же, как и 145. То есть наши 0,16 микровольта она прекрасно слышала, также как в любительском диапазоне на 250 МГц. А вот приемник AOR 5000, как ни странно, почему-то имеет худшую чувствительность на этом диапазоне. Следующая частота, следующий диапазон, который мы проверяем, это 300 МГц. Например, частота 300-200. Это пятый канал речной радиосвязи, где максимальное количество радиообмена в летнее время обычно происходит на внутренних водных путях российских. А на 300 МГц, к сожалению, чувствительность FT7900 оказалась значительно ниже. Нормально она принимает сигнал только начиная от 3 микровольт с небольшим, то есть чувствительность ее порядка 20 раз ниже, чем в любительском диапазоне и чем на 250 МГц в аирбенде. А чтобы убедиться, что это не наш китайский генератор, выдает неправильные уровни сигнала, давайте подадим тот же самый сигнал на частоте 300-200 на вход нашего эталонного приемника АОР-5000. И последний диапазон, который участвует в этом эксперименте, это 70-сантиметровый радиолюбительский диапазон. Частота 432 МГц. Также слушаем сначала на FT7900, а потом на приемник АОР-5000. На этом закончу свой эксперимент. Какие выводы можно сделать по результатам этого эксперимента? Первое, то, что чувствительность радиостанции FT7900 во всех диапазонах, кроме 300 МГц, примерно одинаковая и не отличается от любительского диапазона 2 метра. Второе, то, что в диапазоне 300 МГц эта радиостанция имеет заниженную чувствительность порядка в 20 раз по напряжению. Это мало? Да, конечно, это мало, но в принципе из такой чувствительности можно что-то услышать, какой-то речной радиообмен. Третье, как выяснилось, приемник АОР-5000, работающий в очень широком диапазоне частот, гораздо более широком, чем эта радиостанция. Имеет разную чувствительность тоже в разных диапазонах. Но он нами был использован только для сравнения, как эталонный приемник, чтобы убедиться, что наш китайский высокочастотный генератор выдает одинаковый уровень сигнала во всех диапазонах. Поясню на всякий случай, что измерение чувствительности радиостанции FT7900 я не производил, а производил сравнение чувствительности ее в разных диапазонах. Для измерения чувствительности нужно было бы сравнивать соотношение сигнал-шум на выходе приемника этой радиостанции. Я этого не делал, а делал только лишь оценку качества приема на слух. Но для большинства любительских случаев и этого вполне достаточно. Сигнал с уровнем 0,16 микровольта эта радиостанция принимает, но достаточно слабо. Если бы этот сигнал был не модулированный тоном, а модулированный речью, то речь можно было бы разбирать с разборчивостью, как я считаю, порядка 90-100%. То есть если сигнал еще немного ослабить, ниже чем 0,16 микровольта, то речь была бы уже плохо разборчива при приеме этой радиостанции во всех диапазонах, кроме 300 МГц. В этом эксперименте я не оценил чувствительность радиостанции в таких диапазонах, как 160-170 МГц, 360-380, 460-470. Если вы считаете, что нужно было и это тоже сделать, то пишите об этом в комментариях, может быть в каких-то следующих экспериментах я и те диапазоны тоже буду использовать. А еще что я хочу сказать, что такую оценку чувствительности по диапазонам можно провести многих радиостанций, имеющих широкий диапазон частот по приему. Если нужно это сделать, если это представляет интерес, тоже пишите об этом в комментариях. Проведу такие эксперименты еще и с другими радиостанциями. А сейчас на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире в различных диапазонах. Смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Здесь был Алексей Игонин. До свидания.